Дорогие друзья, всем привет! Сегодня шестой день на Филиппинах, и я уже вовсю распаковываю для вас, Филиппиночек, видео, как всегда, на Бусти и, как всегда, без цензуры. Ссылочка на Бусти в описании под этим роликом. Подписывайтесь. Также в описании вы можете найти ссылочку на мой телеграм-канал, куда я тоже вам рекомендую подписаться. А сейчас погнали! Привет! Привет, привет! Рада тебя видеть. Да, взаимно. А где цветы-то на свидании без цветов? Ну, я не могу. Их этому же учат бедные олени, которые пытаются ходить на свидание. Я вообще не могу. Слушай, извини, я очень хотел, но реально не успел. Но очень хотел. А, понятно. Ты знаешь, я так тоже очень хочу остаться с тобой, но не успеваю. Извини, но очень хочу. Пока. Олени, зачем вы пытаетесь с ними где-то знакомиться? Зачем? Они к вам относятся как к скотам, как к нелюдям. Просто с целью вас потребить. Их учат этому в запрещенных инстаграмах, во всяких тиктоках. 10 тысяч с плюсом всяких инфопсихологин, мошенниц, шарлатанш, которые обучают типа отношениям, всяких там самозванок. Они их программируют на то, чтобы с вас тянуть бабло. В итоге секс, который, допустим, теоретически состоится, будет с переплатой 10 тысяч процентов. Тебя поимеют по полной. Но хочешь ты там кинуть палку-то? Ну, сходи к профи. Но букет цветов стоит, как час у профи сейчас. Там гарантированный результат. А тут какая-то мерконтка пришла. Там, я не знаю, чайка-тарелочница с тебя поиметь. Фу! Зачем вы это делаете? Какие сайты знакомятся? Забудьте, удалитесь, закройте и не используйте никогда. Не надо этого всего. Олений будет, пусть они там как хотят. Главное, ты оленем не будь, друг. Вот так вот. Ладно, следующее видео. Знаете, когда смело можно валить из отношений. Когда все уже бабки хапнуло с оленяки, да? Когда рядом со своим мужиком, ты начинаешь чувствовать, что ты сама мужик. Ну, это типа он там, я не знаю, что-то не сделал. Вдруг ты тоже что-то должна. Все, ты сама мужик, конечно. Ведь ты просто есть, да? По учениям запрещенного Инстаграма, вот по этим всем мошенницам, шарлатанкам. Ты типа просто есть. А он за это типа просто должен и обязан, да? Все, там обратной дороги уже нет. Это не важно, изменяет он, не изменяет, врет, не врет, что он там делает, не делает. Если ты чувствуешь себя мужиком рядом со своим мужиком, это дорога в один. Конец. Мила, иди работай. И это всех женщин констраивается. Работайте и отдавайте ваши деньги мужчине. Делайте из него обеспеченного своими руками. Вы же сильные и независимые. Работать! Следующее видео. Главный принцип хороших отношений. Ухаживать. Женщины за собой, мужчины за женщиной. Вы что, инвалидки, чтобы за вами ухаживать? Малые детки или дряхлые старушки, чтобы за вами ухаживать, подтирать вашу попку, решать ваши проблемы, типа ваши потребности удовлетворять? С какого перепугу вы взрослые, сильные, независимые женщины, которые живут в эпоху феминизма, то есть равноправия, а значит, и равных обязанностей за вами никто не должен ухаживать. Это просто смешно. Избавьтесь, пожалуйста, милая богиня, от этой мысли, что вам кто-то что-то должен. Вообще все сами. А вот мужчина действительно должен лежать на диване и питать космические энергии. А вы именно должны отдавать ему деньги, чтобы получить эти энергии по ночам. Вот так вот. Смотрите, я посмотрел два раза. По-моему, это все-таки женская рука. Да, впрочем, не знаю, но в любом случае это все-таки не вот это кольцо всевластия, да, и роковая гора, и не горят алименты, вот, да, вот, к сожалению, да. Постановления о заскании алиментов не горят, как рукописи прям. Не горят, к сожалению. Было бы здорово, так кинул, и оно так раз расплавилось, и все, и зло повержено, и алиментов не надо платить, но надо, к сожалению. Смешно. Слушай, ты говорил, что тебе три месяца зарплату не дают, и я смотрю, что здесь не открывается вообще бардачок. Это ты там деньги хранишь? А, дядя, почему я тебе должен деньги вообще давать? Подожди, мы с тобой когда женились, ты давал клятву, что ты будешь со мной навеки, значит, ты должен мне давать все свои деньги. Да никто тебе ничего не должен давать, вообще, с чего ты взяла, что я тебе должен что-то давать? Подожди, короче, у меня закончились деньги, открой мне вот этот бардачок. Мне туфли нужно купить, Шанель. Вот заработай, сама и покупай. Я неспроста выходила замуж, понимаешь, неспроста. Ой, уже не смешно, открой мне быстро. Тебе вот надо, ты заработай, в чем проблема-то? Я хочу деньги. Ты хочешь деньги? Иди сходи на работу, заработай деньги, в чем проблема? Я, я замужем, замужем кто? Они не работают, ты пойми. Вот пересмотрят всяких тикток, интернет и ютуб гуру, которые им внушают. Муж тебе должен, муж тебе обязан, он должен тебя содержать, а ты не должна работать. И потом в бардачки лезут за мужскими деньгами. Ну понятно, что это веселая постановка, авторы молодцы, похлопаем, классно получилось. Но суть действительно такая, они реально так вот думают, что раз замужем, то можно не работать. И мужчина должен и обязан. Это очень плохо для мужчин заканчивается, снижает качество жизни и ее продолжительность мужской жизни. А нам вот хочется очень качественно и желательно подольше пожить. Это абсолютно нормальное желание любого человека. Любого мужчину можно замочить, если все время концентрироваться на его слабых местах, если не видеть в нем его мужественность, а все время цепляться за его какие-то слабости. Если вы чувствуете, что вы сильная женщина, которая постоянно попадает все слабые мужчины, или вы с вами, они становятся через какое-то время, вы видите, что они слабеют. Это не про мужчин, это про вас, про нас, про тех женщин, которые не идут в исцеление себя, да, чтобы начать уважать мужскую природу, начать принимать мужскую природу со всеми ее проявлениями и слабостями. В общем, и целом, моя рекомендация такая, достаете кошелек, открываете его, да, и много денег даете мужчине. Вот принятие мужской природы, вот и там исцеление мужской природы, и силы сразу появятся, и все будет замечательно. Вот так вот, то есть, простое. Кошелек достала, открыла, деньги достала, отдала. Хочешь обеспеченному мужчину обеспечь, как говорится. Нет, нужно говорить во время секса. Вот мужчина не знает, он по нас идет с миноискателем таким, но миноискатель там, или, знаете, металлоискатель, он такой пи-пи-пи, какие-то сигналы подает, когда обнаруживает что-то. А мы же молчим часто, как рыба, сигналы не подаем. Ну, он, значит, руками миноискательными что-то так делает, он молчит. И он не знает, нравится нам или нет. Вот ответ на вопрос, как говорить, чтобы быть понятой. Нужно говорить, вот здесь очень нравится, продолжай, спасибо, продолжай, и показывать просто всем видам, что это нравится. Положить руку туда, где вам приятно, а не туда, где неприятно. Иногда за грудь приятно трогать, иногда нет, у нас же эти гормоны скачут мужчине. Ладно, понятно, там все про приятно, про неприятно. Хотите сделать это мужчине приятно, дайте ему денег, и сводите его в хороший ресторан, подарите дорогой подарок. Какой-то там доступ к телу, вот для большинства, я думаю, это уже вот табуированная тема просто. Там, где приятно, неприятно, потому что 18 лет аликов потом будет очень приятно платить, а они ждут, собственно. Ну вот, ждут, ждут, чтобы прям, и все. Девочки, успевайте снимать самые сливки с отношений в начале этих отношений, это первые два месяца. Когда мужик в порыве гона готов вам делать подарки, вас куда-то возить, что-то вам дарить, это реально работает. Если вы не успеваете в этот грейс-период, то, как правило, отношения переходят на такую более стабильную стадию, в которой, ну, мужику уже чуть меньше интересно проводить с вами время. Вам звонят не каждый день, а раз в неделю, приглашают вас, наверное, в какое-нибудь кафе после работы, ну, и, соответственно, подарков становится все меньше. Дальше, как правило, the end. Поэтому успевайте снимать сливки в начале отношений. Вот они насмотрятся этого всего и так и начинают делать. Поверьте мне, построить какие-то позитивные отношения, ну, для мужчины сейчас, просто невозможно. Не надо даже туда лезть и пытаться это что-то сделать. Они все смотрят вот это все, и у них вот такое вырабатывается поведение, отношение к мужчинам. Нам оно надо? Не надо. Все свои вопросы можно очень дешево, доступно, быстро и без всяких геморроев решить. Это будет в разы дешевле, быстрее и честнее, чем вот с теми, кто посмотрел подобные ролики, прошел подобные курсы. Вот так вот. Берегите себя и будьте счастливы.